Книга «К истинному православию» автор Игнатий Тихонович Лапкин От автора Материал для этой книги собирался 40 лет, выражая большую благодарность архиереям, священникам МДА, библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборки материалов. Быть может, со времени блаженного Иеронима Стридонского в православии не появлялись материалы такого рода. Сравнивая все полученное со священным писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на страницах Библии. Создана совершенно новая религия. Возврат к первоистоку возможен для тех, кто еще жив, если есть покаяние за отступление от Библии. Слово Божие, Священное Писание Библия – это греческое слово. Оно означает «книги». Состоит из 77 книг, из которых 66 – канонические. Книга книг известна под тремя главными названиями – Библия, Священное Писание, Слово Божие, написанное в течение 16 столетий примерно 40 авторами, В то же время Библия имеет одного автора – Бога Изрекали святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Так говорит Господь. Слушайте Слово Господне. Книга пророка Исаии, 1 глава, 2 стих. Библия состоит из двух неравных по объему частей – Ветхого и Нового Заветов. Библию должно не только читать всегда, но и исследовать. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Книга Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Священное Писание умудряет во спасение. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих. К словам Библии нельзя прибавить ни единого слова или знака, или отнять что-либо. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. Не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые Я вам сегодня заповедую. Все, что Я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому, и не убавляй от того. Второзаконие, 4 глава, 2 стих, 32 стих, 12 глава, 32 стих. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни. И в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Откровение, 22 глава, 18-19 стих. Участь лжецов в озере Огненном. Откровение, 21 глава, 8-27 стих. Все заблуждения людей от того, что люди не знают Писание и не верят в силу Божию. И Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писаний и не силы Божией. Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Библия полностью или частично переведена практически на более двух тысяч языков мира. Языки всех народов, имеющих письменность. На русский язык перевод сделан в 1876 году. По точности и пренебесной красоте этот перевод может соперничать с самыми лучшими переводами. И хотя Библия одна, но различные толкования породили свыше шести тысяч сект, толков, течений. Шестой Вселенский Собор, правило 19, гласит. Предстоятели церквей должны во все дни, более же всего в дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов. И если будет исследуемо слово Писания, то не иначе да изъясняют то, но только как изложили светила и учителя церкви в своих писаниях, и ими более доудовлетворяются, нежели составлением собственных слов, даны при недостатке умения в этом не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждают недугом неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхам угрожающих наказаний соделывают свое спасение. В мире есть только одна личность – Христос, и только одна книга – Библия, сказал Мартин Лютер. Или принимают их и спасаются, или отвергают и погибают. Право толковать Библию, правильно разъяснять ее содержание, смысл Бог дал только своим избранным учителям. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные. Также дары исцелений. Вспоможение, управление, разные языки. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 28 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Библия решительно утверждает, что вера христианская есть вера, отвергающая любой плюрализм в вопросах веры, проповедует нетерпимость к иным мнениям относительно спасения. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-18-36 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния святых апостолов, 4 глава, 12 стих. «Кто не со мной, тот против меня». Евангелие от Матфея, 12 глава, 30 стих. Ни о каком сосуществовании вер, мнений, идеологий Библия не говорит, считая все веры ложными. Будучи вне закона в Римской языческой империи, христиане объявили все веры вне Бога. Идолы, бесы доказывали они. Начав с 11 учеников, вызвав огонь мира на себя, христианство победило все религии, став мировой религией, согласно пророчеству Христа. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Исе, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея, глава, 28, 19 стих. «На любой вопрос, нападки дьявола и его служителей, атеистов или еретиков, ответ необходимо дать согласно Библии». «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием. Ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так?» Деяния святых апостолов, 17 глава, 11 стих. «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих. «В церкви не должно читать иных книг, кроме библейских. Лаодикийский собор, правило 59, карфагенский, 33. И не повреждать лжетолкованием. Книги Ветхого и Нового Заветов, а также святых и признанных наших проповедников и учителей, никому не позволяется повреждать или изрезывать. Или книгопродавцам, или так называемым мироварцам, или иному кому-либо передавать для истребления, разве когда от моли или от воды, или иным образом сделаются неспособными к употреблению. Тоже отныне таковой что-либо делающим усмотрен будет, тот да будет отлучен на год. Равным образом, таковые книги, покупающий, если ни у себя не удержит он их для своей пользы, ни другому не отдаст в благодеяние и для хранения, но он ее повреждать дерзнет, да будет отлучен». Шестой Вселенский собор, 68 правило. Канон книг утвержден в правиле апостольском, 85. «Для всех вас, принадлежащих к Лиру и Мирян, чтимыми и святыми добудут книги Ветхого Завета». Моисеевых 5. Бытия, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Иисуса Сына Новина – 1, Судей – 1, Руфь – 1, Паралипоменон, то есть остатков от книги дней – 2, Ездры – 2, Эсфирь – 1, Маккавейских – 3, Иова – 1, Псалтирь – 1, Соломоновых – 3, Притчи – Экклезиаст – Песнь – Песней, Пророков – 12, Исаии – 1, Иеремии – 1, Иезекииля – 1, 1 Даниила. Сверх же этого вам да присовокупится в замечание, чтоб юные ваши изучили премудрость многоученого Сираха. Наши же, то есть Нового Завета, Евангелия 4, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Павловых посланий – 14, Петра послания – 2, Иоанна – 3, Иакова – 1, Иуды – 1, Климента – послания – 2. И постановление вам, епископам, мною, Климентам, изреченные в восьми книгах, которые не подобает обнародовать перед всеми ради того, что в них таинственно. И деяния наши апостольские, и на Аладийкийском соборе, правило 60-е, год 364-й. Все писание Бога духновенно. Второе послание к Тимофею. И потому в любом спорном деле должно спросить, что говорят об этом Святое Евангелие, главная часть Библии, Новый Завет, 27 книг, написанных апостолами Христа, и что сказано о том в Библии. Сконцентрировав все соблазны и искушение мира в три вопроса-предложения ко Христу, дьявол по всем направлениям был разбит ответами Иисуса на основании Священного Писания. Так написано в Евангелии от Матфея, 4 глава, с 1 по 10 стих. И такова сила слов Библии, что князь тьмы, имеющий державу смерти, дьявол, красный змей не смел возразить. Прочтите Псалом 118. Под словами закон, заповеди, уставы, повеления и другие нужно понимать слово Библия. И это слово незримо повторяется только в одном этом псалме в 176 стихах 185 раз. Такова любовь у великого грешника, любящего Бога Своего, Спасителя Своего. Слово Библии – конечная инстанция, авторитет Творца, автора Откровения, нашего пастыря и зиждителя. Слово Христа вечно и неизменно, и оно будет судить каждого человека на страшном суде после всеобщего воскресения из мертвых. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. И никому из людей и ангелов не позволено изменить в Библии малейшие черты. «Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. «Но если бы даже мы, апостолы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Дьявол хитростью пытается на первое место выставить не душу, а заботу о теле, заботу о здоровье. Находятся учителя, открывающие мировую этику вне Евангелия, приучающие через свои учения и своих лжи апостолов проповедовать свое учение и этим несчастным, в кавычках, учителям молиться, повторяя слова «учитель, учитель», как родоначальникам учения о плоти и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос, все же вы братья». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 7 по 8 стих. «Это суть антихристы и лжеучителя, вводящие пагубные ереси». Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Первое послание Иоанна, вторая глава, с 18 по 22 стих. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что Он придет, и теперь есть уже в мире». Первое послание от Иоанна, 4 глава, 3 стих. «Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что Он придет, и теперь есть уже в мире». Второе послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Появляются в кавычках святые письма, детки, агни-йоги, учения Кришны, то есть черного. Что это такое? Что о том говорит Библия?» «Не ходите и не гоняйтесь за ними». Евангелие от Луки, 17 глава, 23 стих. «Все это волки хищные». «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада». «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». «Деяние святых апостолов», 20 глава, 29 стих. «Телецелители, экстрасенсы, шептуны, имя же всем им, легион, все они прошли, как молва быстротечная, и эти исчезнут, как вода, протекающая». «А церковь стоит, как столб и утверждение истины. Отчего же попустил Бог нашествие саранчи, мышей и жуков на нас?» – вопрошает пророк. И Божий ответ гласит. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Книга пророка Осии, 4 глава, 6 стих. «Вся вина падает в первую очередь на злых пастырей, заботящихся о корысти и бегущих, когда видят волка или вора, перелезающего через забор, вопреки сказанному Писанию со своим лжетолкованием в церковь. Не зная даже содержания Библии, Псалом 1, не читая каждый день этот глаз Божий, отвергая небрежностью, пастыри, привыкнув к чести и почету, стали отвечать на вопросы прихожан не по Евангелию, а по вымыслам человеков, по вере бабушки. Кто из священников может сегодня выйти к народу и сказать, и постоянно твердить о том, как восклицал святой Кирилл Иерусалимский, «Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте и мне». Иоанн Златоустый же говорит, «Чего нет в Библии, о том и не рассуждаем». А сегодня делают все возможное, чтобы люди не знали содержание Библии, когда священник, выдавая себя за оракула, за изрекающего истину, вопреки Писанию, губит и себя, и доверившийся ему слепотствующий народ. Согласно словам Божьим, священник должен учить народ во время и не во время. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих. «И если священник не учит народ, как должно, он суть идол», говорит святой Василий Великий. «Священник также одет в позлощенные одежды и также безгласен». Святой Иероним говорит еще строже, что если пастырь поступает на соблазн и не учит, он суть антихрист. «И если бы народ знал священное Писание и мог проверять все сказанное пастырем, сходится ли сказанное со Словом Божиим, большинство архиереев и иереев лишились бы своей кафедры, сегодня же». Писанных постановлений нигде нет. Третья книга Ездры, 4 глава, 23 стих. «Два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Книга пророка Иеремии, 2 глава, 13 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения сердечные». Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Книга пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. «И так велико значение Библии в очах Божиих, что Он и молитву тех, кто не слушает сказанного в ней, не принимает и почитает за мерзость». Притча Соломона, 28-9. «То, что скажем в судный день, когда по этой книге будут всех судить». «Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Второе послание к Коринфинам, 5 глава, 10 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Откровение апостола Иоанна Богослова, 14 глава, 6 стих. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит дух, живущий в нас». Послание Иакова, 4 глава, 5 стих. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Первое послание к Коринфинам, 15 глава, 34 стих. «Извращение смысла Писания, толкование по своему разуму, смертельно опасно». «При том же ты и с детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И написано все нам в наставлении». «А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Послание к римлянам, 15 глава, 4 стих. «Для нас, достигших последних веков, написано». «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 11 стих. «Слово истины свободно и самовластно. Истина посылается от Бога, и нет иных доказательств, помимо самой истины, которая есть Бог». Иустин – философ. «Когда начинаешь читать или слушать Священное Писание, помолись Богу так. Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Всегда так моли Бога, чтобы просветил Твой ум и открыл Тебе силу своих слов. Многие, понадеявшись на свой разум, подверглись заблуждению». Ефрем Сирин. «Для понимания Священного Писания нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, чтобы мы, узнав истинный смысл написанного, могли получить великую пользу. Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается в Священном Писании, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Поэтому-то и заповедано нам изучать Писание, что многое с первого взгляда, показывающееся простым, заключает в себе глубокий смысл, кто прикасается к Евангелию, сразу изменяет свой ум. А при внимательном чтении и душа, как бы вступает в таинственное святилище, очищается и делается лучше, так как в Писании с ней беседует Бог. Ничто не может служить препятствием к чтению Слова Божия, не только дома, но и совершая путешествия или находясь в многолюдном собрании и занимаясь делами, можно упражняться в этом чтении. В Священном Писании без дна вопросов, поэтому приучайтесь не только изыскивать разрешение их, но и не задавать вопросы, потому что им не будет конца. Не спорь со Словом Господним, иначе погибнешь. Читай Библию, и тогда ты едва спасаешься, а если ты ее продаешь, то не отдаешь ли свое спасение? Ремесленник продает ли свое орудие труда? Храни Священное Писание. Будем приобретать святые книги. При взгляде на Евангелие душа очищается. Если и не понимаешь, все равно читай. Невозможно спастись тому, кто не читает Священное Писание. Где есть духовная книга, оттуда прогоняется дьявол. Незнание Писания есть великая стремнина, возникновение ереси. Чтение Священного Писания укрепляет в печали. Придя из Церкви, возьми в руки Библию. И даже не имея толкования, читай. Нелюбящие Слово Божие скотоподобны. Писание знать – основа жизни. И дома, после еды, возьми Священное Писание. Научайся, чтобы душа не вознеродела о своем спасении. Любовь к Слову Божию – лучшее доказательство благоуспеяния душ, как аппетит к пище. Никто не будь ленив, сонлив, не блуждая мыслью на стороне. В одной букве, слоге, глубокая мысль. Сам Царь Римский не может дать закон персам, а апостолы дали закон всей Вселенной и на все времена. Иоанн Златоуст 1 том, 666-802 страницы, 2 том, 331 страница, 3 том, 54-108, 181, 409 страница, 4 том, 49, 80, 195, 373 страницы, 5 том, 207 страница. Если ты изучил все Божественное Писание, смотри, да не надмевая тебя помысл, все Писание учит смиренно мудрию. Не утруждай себя чтением, за которым не следует дело, потому что закон выполняется только делами. Ефрем Сирин. Если не полюбишь блаженных и подлинно Божественных слов Писания, уподобишься скотам несмысленным и бессловесным. Как из желания поддержать жизнь едим, пьем, говорим, слушаем, так и к чтению слов Божьих мы должны прилепиться сердцем, не зная сытости. Нил Синайский. В руках ваших да будет всегда священное Писание, в сердцах же воспоминание о Господе. Не переставайте молиться и продолжайте заниматься своим спасением, чтобы враг при искушении всегда находил ваши сердца огражденными и вооруженными. Киприан Карфагенский. Как царь, когда намерен кому-нибудь даровать свободу и помилование, обнародует свое повеление, придите ко мне и получите помилование. Если же они не хотят прийти к нему и воспользоваться даруемой им милостью, то бесполезно для них читать это повеление. Тем не менее, они повинны смертной казни, потому что отказываются прийти и получить помилование от руки своего царя. И священное писание, подобная грамота Бога людям, в которой повелевает он любящим его, молящимся ему с преданностью, принять из божественной его десницы небесное благо. Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то чтение священного писания не принесет ему никакой пользы, и он остается виновным, ибо не хочет принять от царя небесного даруемого благо духовной жизни, без которой невозможно быть причастен к бессмертной жизни Макарий Египетский. Надо заботливо наблюдать, чтобы ложное толкование священного писания, подделываясь под чистое золото, не обмануло нас. Так дьявол старался искусить и Господа Спасителя Иоанн Кассиан. Желающий понимать священное писание должен заниматься не столько чтением толкований, сколько очищением сердца от пороков, и не будет нужды в толкованиях, как глаза не нуждаются ни в какой науке, чтобы видеть, если только они чисты и нет тьмы. Иоанн Кассиан. В 47 житиях святых упоминается об особой любви христиан к священному писанию, когда они выучивали псалтирь наизусть. Евдокия, Шушанник, Геннадий Патриар, Симеон Девногорец, Иоанн Никий. У Блаженного Августина переворот произошел в душе от чтения священного писания, изучали день и ночь. Во времена же Дмитрия Ростовского мало кто имел Библию, и не стехли мест и времен вошло в поговорку, что если кто прочитает Библию до конца, то обязательно сойдет с ума. Святого Иоанна до обращения коробил язык пророков, казавшийся ему грубым, в сравнении с изящностью греческих мыслителей. Величайший безбожник и хулитель истины Вольтер говорил, что через сто лет Библия будет позабытой и заброшенной книгой, и ее можно будет найти разве что в кладовых и археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. Но через сто лет на месте произнесения этих «пророческих» в кавычках слов находился склад британского библейского общества, издаваемая сотнями миллионов экземпляров, Библия и сегодня является поистине бестселлером и суперкнигой. Продолжение следует...